Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этом видео я вам расскажу вот про этот 2К-монитор от компании MSI. Расскажу, каков он на самом деле, расскажу про 2К-разрешение, изогнутость, про все его технологии, как это все ощущается. Короче, ролик смотрите до конца, он будет интересный. И да, как всегда, перед началом видеоролика ставь лайк, подписывайся на канал, а также лови промокодик на VKCOMBO, который даст вам бесплатно 1 месяц данной подписки, в которую, между прочим, входит безграничное прослушание музыки ВКонтакте, а также скидки на различные сервисы. Кстати, у нас еще появился телеграм-канал, где вы можете найти всякие новости, и если что, в данный момент там проходит розыгрыш на игру Тёрт 5, поэтому залетай и участвуй. Если что, промокод, а также ссылку на телеграм-канал вы можете найти в закрепленном комментарии под видео. И давайте начнем. Начнем с того, что у нас с братом появился вот такой вот монитор от компании MSI. Ну а если быть конкретнее, Optics Mag 322CQRV. Да, вот такое вот непростое название. Если вдруг у кого-нибудь из вас тоже такой же монитор, то напишите свое мнение о нем в комментариях. Приехал он к нам вот в такой вот большой коробке. Если честно, я сначала удивился ее размером, поскольку, когда я брал прошлый монитор, он не был такой большой. Этот же монитор, а вернее его диагональ, составляет 31,5 дюйма, что довольно круто, и поэтому коробка довольно-таки большая. Если что, вот так вот моник выглядит в собранном состоянии. Вот такая вот у него четкая прочная ножка. В ней есть вот такой вот вырез под провода, и она позволяет без проблем двигать экран вниз-вверх, а также чутка наклонять его. Хоть угол здесь и небольшой, но все равно можно подстроить под себя, как вам вздумается. Первый раз, когда мы с братом его собрали и поставили, в первую очередь нам бросилась в глаза его диагональ. Как вы можете заметить, с моим прошлым моником он прям огромный. Может быть на видео это не так выглядит, но в жизни он кажется намного больше. Это на самом деле мой первый монитор с такой диагональю, на котором я вообще поиграл, но о том, как это ощущается, о изогнутости я расскажу чуть позже. Несмотря на то, что его корпус довольно тонкий, имеется и массивная часть, находится она снизу, и помимо всех этих разъемов, а именно 2 HDMI, DisplayPort, порт под наушники, интернет-порт и 2 USB, есть еще и RGB-подсветка, которая будет украшать вашу стену, если монитор будет стоять почти вплотную. Короче, для тех, кому нравится то, что светится, она будет только в тему. Также на задней стороне есть вот такой вот аналог, с помощью которого можно без проблем управлять настройками монитора. На самом деле это очень удобная, а самая главная интуитивная штука, чем в моем прошлом Монике. Да, первый раз, когда вы будете настраивать монитор, для вас это покажется, может быть, непривычно, поскольку, глядя на монитор, вы можете сначала не найти этот аналог, но потом второй, третий раз, когда вы будете это все настраивать, здесь все легко, просто, удобно, а самое главное, без каких-либо проблем. Помимо всего, у этого монитора есть очень много всяких технологий. Например, есть настраиваемый значок прицела на центр экрана для тех, кто хочет стрелять блайндом, ну, то есть вслепую. К примеру, в той же гире с гнашера от бедра стрелять стало чуть удобнее, поскольку теперь не нужно рисовать маркером по центру экрана. Присутствует режим Night Vision, ночное зрение. Позволяет лучше ориентироваться в затемненных игровых сценах. Естественно, имеется технология AMD FreeSync, которая устраняет эффект разрыв кадра. Ну, а также есть технологии Anti-Fleaker и Less Blue Light, которая подавляет мерцание экрана и снижает интенсивность синего света. Поговорим, что из-за последних двух технологий не так сильно устают глаза. И да, если что, у данного монитора задержка 1 мс, ну, а также здесь 144 Гц, что позволит вам играть на Xbox Series в некоторые игры в 120 фпс. Ну, а теперь давайте к самому интересному. Как вы могли заметить, это не просто монитор, это изогнутый 2К монитор. И, если честно, это мой первый изогнутый моник, на котором я вообще поиграл. До этого момента я, конечно, знал, что такие моники существуют, но я никогда не пробовал играть на них. Так вот, этот монитор к нам приехал, наверное, где-то недели две назад. Если что, подписчики в инстаграме уже знают об этом, если не подписаны, то подписывайтесь. За это время я к нему привык, и хочу сказать, что изогнутость это прикольная штука, но сначала непривычная. Первый раз, когда я его включил, появилось какое-то странное чувство, типа всегда экран был плоский, теперь он изогнутый, и изначально непривычно было смотреть на какие-то плоские объекты по типу меню дашборта Xbox. Ранее я еще читал, что многие пишут, что на изогнутых такое себе играть в шутерах, но я так сказать вообще не могу. Лично мне изогнутость и в то же время диагональ подарили, наверное, новый экспириенс, и основывается он в том, что я сижу к монитору практически в упор, а если быть точнее, на вытянутую руку. И в этом случае и диагональ, и изогнутость данного Моника меня, если честно, прям погружает в игру. То есть, глядя на экран, я будто абстрагируюсь от мира вообще, и ничего кроме игры я не вижу. Если что, для справки, у меня есть 4К телек, он больше данного монитора, но там нету такого эффекта, и я пришел к выводу, что вот именно эффект погружения создается именно из-за изогнутости. Когда вы начинаете долго играть на этой Монике, то вы привыкаете к изогнутости, она не кажется как изогнутость, но погружение в игру остается прежним. На изогнутом Монике есть что, во все игры играть хорошо, но в гонках это будто двойное погружение, то есть для гонок изогнутости это просто вот кайф. Кстати, еще одна забавная ситуация происходит тогда, когда вы привыкаете к этому Монику, и начинаете при этом смотреть на Моник, который плоский, и создается такое ощущение, типа, блин, почему ты не изогнутый? Почему ты какой-то плоский, какой-то не такой? То есть после изогнутого Моника смотреть на стандартный, немножко непривычно, и как бы создается эффект привыкания. Да, он отходит за короткое время, но все равно оно есть. Сама диагональ Моника мне понравилась, несмотря на то, что я не люблю что-то большое, напомню, кстати, что здесь 31,5 дюйма, мне данная диагональ показалась прям хорошим решением. В то же время не особо много, и в то же время не особо мало, потому что я по старому Монику стал замечать, что я пытаюсь сесть к нему ближе. Здесь же такой проблемы нет, и то есть я смотрю на него прям без напряга. Опять же, у меня просто проблемы со зрением, но мне по этой диагональ понравилась больше, опять же, чем мой старый Моник. К таким элементам, как диагональ и изогнутость, очень хорошо подошло и разрешение 2К. Кстати, если вдруг кто-то не знал, то Xbox Series это разрешение без проблем поддерживает, что нельзя сказать о PlayStation 5. То есть я пробовал подключать PlayStation 5, но она его просто игнорирует и показывает либо 1080p, либо 4К, который, соответственно, не поддерживается данным Моником. А Xbox, опять же, без проблем все обнаруживает. Как по мне, для такой диагонали это самое то. Да, если вы будете играть там при 1080p, и вы не особо осматриваетесь в пикселе, вам будет пофигу, поскольку в динамике это не особо видно. Но играть при 2К разрешении на такой диагонали мне было приятнее, поскольку лично я сидел в упор, и если я начинал вглядываться, в отличие не играть, а именно вглядываться, то мог заметить некую слабую мыльность, зернышки, и при 2К разрешении таких проблем нет. И опять же, я пришел к выводу, что на каких-то маленьких Мониках достаточно 1080p, то есть какое-то повышенное разрешение там будет бессмысленное. Но вот на таких вот экранах, а именно на экранах побольше, повышенное разрешение будет только плюсом. Не скажу, что это как-то там меняет игру, или придает эффект вау, как многие пишут, но тем, кто знает про разрешение и его ценит, с этим показателем будет спокойнее. Ровно так же, как и с очень маленькой задержкой в 1 мс, и с возможностью 120 фпс. Если говорить в общем, то Моник мне понравился, офигенная диагональ, очень понравилось изогнуться, если это плюс к погружению однозначно. Очень нравится, что все актуальные технологии здесь также присутствуют, и, естественно, радует наличие 2К, 144 Гц и задержка в 1 мс. Каких-то недостатков я не нашел, единственное, в интернете писали, что здесь есть какие-то засветы по углам, но когда я играл, я ничего подобного не заметил. Поэтому, если кто-то сомневался, можете смело его брать, лично мне и особенно моему брату, он капец как понравился. В принципе, вот такой вот видос, вот такое вот мнение, обязательно пишите свое в комментариях, не забывайте ставить лайк, если понравился видос, подписываться на канал и большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok